Здравствуйте, дорогие друзья! Дорогие гости, подписчики канала и, конечно же, участники нашего совместного проекта «Мои любимые КТ-2». Ну вот, сегодня я хочу представить вашему вниманию как новых участников, которые вступили в наш совместный проект, так, конечно же, и отчеты наших участников. Желаю всем хорошего просмотра и поехали! Валерия Иванова вступает в наш совместный проект с набором от Новослобода. И Валерия успела прислать уже нам и свои первые крестики. Мы желаем удачи и легкого отшива! Галина Карпухина вступает в наш совместный проект с набором от фирмы РТО «Кот в кувшине». Размер работы 194 на 160 стежков. И Галина успела прислать нам свои первые продвижения. Желаем удачи в проекте! Виктория Иванова вступает в наш совместный проект с набором «Снежные пумы» от фирмы Dimensions. Дизайн 1998 года. Ну и вот он первый отчет. Не совсем удачно стартовала, перепутала бленды и пришлось распускать. Да и то, что есть, придется корректировать. Надеюсь, что следующий отчет будет более продуктивным. Мы желаем, чтобы все было хорошо и вышивка шла в удовольствие. Оксана Люфт пишет. Присоединяюсь к вашему ОСП с бисерным проектом. Заготовка любопытная от фирмы Mika. 14 цветов чешского бисера. Подбор бисера Верочки-вышивалочки. Этот дизайн увидела в расхомячке у Танюшки. Вышивка от души и потеряла покой. Котики на принте так похожи на моих котиков. Один черный, другой рыжий и такие же любопытные шалуны. И вот эта красота у меня. И несмотря на все количество начатых работ, начало положено. Хорошая компания определяет путь. Надеюсь, поддерживая друг друга, мы сможем завершить много таких шикарных работ. Я планирую еще несколько, но загадывать трудно. Надеюсь, мне повезет дойти до финиша с готовым отшивом. Желаю всем удачи. Вот он первый отчет. Один котик готов. Рыжего зовут Гаврюша. Черный Мурзик. Ну и Оксана прислала нам также своих котиков. Фотографию своих котиков. Тоже очень красивая фотография. Прям бери их. Аленушка Сережина пишет. Здравствуйте. Не всегда получается вышивать по срокам, но может в вашем СП будет процесс продвигаться. Заявка на вступление с дизайном собственной разработки. Черно-белый мурчик. Изумрудные глазки. Вышивается на аиде 14 каунта. Размер 120 на 120 крестиков. 22 на 22 сантиметра. Количество цветов 21. 7 блендов. Немного бека. Вышиваю мулины СХС на аиде светло-серого цвета. В октябре прошлого года вышился всего один листик и процесс остановился. Как всегда не хватает времени на все. Сейчас у меня отпуск и надеюсь его все же завершить и оформить в чехол для рамы, на которой вышиваю этого очаровашку. Первый отчет. Немного переорганизовала рабочее место и вроде крестики пошли. Почти половина второго листика отшита. Около тысячу крестиков. Скоро появится второй глазик. Замечательно. Рады продвижениям и желаем. Наталья Фомина вступает в наш совместный проект с гигантским проектом Тигры от дома. Мы все знаем масштабы этой работы. Наталья начала эту работу 31-12 в 2017 году, когда все начинали гиганты в новогоднюю ночь. Ну и вот Наталья нам уже прислала даже свои первые продвижения. Желаем удачи и будем с удовольствием наблюдать за проявлением этого шедевра. Наталья Пресман пишет. Вышиваю рыжего кота от Золотое Руно. Практически с нуля. То есть я на нем сделала крестиков 10. Но зато в хорошую дату 1 января 2019 года. Котов очень люблю. И надеюсь в сентябре завести такую рыжую бестию. Правда у нас практически снега нет, чтобы потом сделать сравнительное фото. Ничего. Вышивайте, заводите вашу кошку и потом показывайте нам фотографии. Желаем вам удачи и хорошего настроения. Анжелика Журавлева пишет. Добрый день. Позвольте тоже присоединиться к замечательному ОСП. Моя заявка. Набор фирмы Риолис. Размер 20 на 20 см. Вышивается на 1 14 каунта. Нитки шерсть 7 цветов. Прекрасный котик. Желаем удачи и легкого отшива. Ольга Бусенко пишет, что хочет принять участие в нашем совместном проекте с двумя схемами для вышивки бисером. Первая схема производитель Магия Канвы, семья Барсов. И вторая схема производитель Магии Канвы, тигротец. Замечательные процессы. Ждем продвижения. Елена Каннеба пишет. Я очень хочу принять участие в вашем совместном проекте Мои любимые коты 2. Опыта участия в подобного рода мероприятиях у меня нет. Но я очень хочу попробовать. Тем более котиков люблю. И для этого СП уже подготовила наборчик. Это будет старенький Dimensions Garden Cuts. Замечательный набор. Мы с огромным удовольствием будем ждать отшива и продвижения. Желаем удачи. Светлана Портнова вступает в наш совместный проект с набором от фирмы Риолис. Абиссинские кошки. Канва здесь Аида 10 каунта. Размер будет 40 на 40 сантиметров. Нитки, шерсть, акрил 22 цвета. Используются украшения. Очень интересно. Будем ждать вашего отшива. Итак, мы посмотрели фотозаявки наших новых участников. Ну и теперь перейдем к отчетам наших участников. Елена Классен пишет. Нелегко дается этот котейка. Но ничего. Что с боем взято, всегда свято. Победа будет за нами. Вышила немного, так как порола вышитая под ноль. Вышиваться крана не могу, так как привыкла зачеркивать схемы. Где распечатать схему, не знаю. Недавно только переехала в этот город. Вот и воюю со схемой понемногу. Понимаю, Елена, бывают такие ситуации. Сложно привыкать и настраиваться к новому процессу. Но я думаю, все будет в порядке. Начало может быть сложным, а потом все пойдет хорошо. Мы желаем удачи и очень ждем продвижения по этому процессу. Потому что он очень интересный, редкий. Мы заинтригованы. Желаем удачи. Анастасия Пученко пишет. Вот и мои первые крестики. Фредерей, как ни странно, идет не так-то просто. Как думала, ниточки крутятся, путаются, иногда рвутся. Из-за этого приходится вышивать коротенькой ниточкой. И это значительно замедляет процесс. А вот второй котейка полетел. С ним сложности не возникает. Кристина Исаева делится с нами первыми продвижениями. Пишет, что вот мой первый отчет. Начала строить домик для крылатых друзей. Процесс очень нравится, но ниточки перетираются. Желает всем ровных крестиков. Кристина иногда помогает заменить иголочку на больший номер. Попробуй, может быть, будет удобней. Лариса Киселева пишет. Добавляю в мои продвижения. По набору меняю шляпку на кота. Возможно, они не такие очевидные, но главное, они есть. Лето время отпусков. И нам тоже довелось отдыхнуть на море. Соскучившись, сразу оторвалась на моем котике. Всем желаю позитива. И мы тоже желаем хорошего настроения и быстрой иголочки. Наталья Озенкина пишет. Всем доброго времени суток. Отчет первый. Кот Басик Бористо от фирмы Алиса. Совсем небольшие продвижения. Есть еще несколько процессов. И хочется отшить все и сразу. Это понятно. Но главное, чтобы все процессы хотя бы по чуть-чуть двигались. И мы рады вашей активности. Людмила Сиренко прислала нам свой отчет по оригинальному набору от Dimensions. Мэгги рукодельница. Замечательные продвижения за столь короткое время. Желаем также хорошо продвигаться. Ирина Бисеринка и Крестик также делятся с нами своими первыми продвижениями по набору Влюбленные котят от фирмы Ласка. Замечательное начало. Желаем также хорошо продвигаться. Также свой первый отчет прислала нам и Марина Денисова. Очень хорошие продвижения. Желаем также удачи и легких крестиков. Юлия Голкова пишет. Начала вышивать с левого нижнего угла. Очень понравились ниточки в наборе. Ниточки Анкор. Нарезка очень удобная. И они очень приятны в отшиве. Вышивала всего пару вечеров. Это отчет по наборчику Алисена. Татьяна Муратова делится своими первыми крестиками в наборе от фирмы Жар Птицы в укромном месте. Размер будущей работы будет 15 на 22 сантиметра. Используется 22 цвета мулине. Конваи до 14 каунта. Крестиков мало, потому что Татьяна отдыхала в отпуске. Ну, теперь с свежими силами, я думаю, процесс пойдет пошустрее. Кристина Авнукова пишет. Вот мой первый отчет. Первые крестики. Нелегко даются. Они на черной конве. Вышиваю второй лист. Начала именно с него, потому что там середина. И второй лист как раз выпал на морду кота. Да, на черной конве вышивать нелегко. Но все можно преодолеть. И мы с нетерпением ждем продвижений. Удачи! Ольга Яранова прислала свой отчет по набору ДМС с Алиэкспресс. Вот такой интересный код. Пишет, что работа полетела. Вышивается легко и интересно. И это видно по сравнительному отчету. Желаем продвигаться так же хорошо. Мы ждем готового результата. Лера Лера пишет. Мои первые крестики в отшиве кошек от Лука Эс. Начала с верхнего левого угла. Что значительно замедлило процесс. Уж больно невыразительные оттенки тут используются. Думаю, если бы отшив был начат от середины, процесс бы полетел намного быстрее. Но крестики ложатся аккуратно. Быстро намечаются листики зелени. Что тоже очень приятно глазу. Надеюсь, в следующем месяце прогресс будет значительнее. Так как очень уж хочется побыстрее добраться до одного из котят. Мы тоже будем рады полюбоваться на котят. Желаем легкого отшива. Шустрой булочки. Мария Клубникина пишет. Вот мой первый отчет. Первый раз вышиваю на 10 каунте крестиком в три нитки. Очень приятный опыт. Крестики большие, пушистые. Вышивается очень легко. Да, Мария, это заметно. Потому что у тебя уже пол работы практически готова. Желаем скорейшего завершения. Наталья Сахно прислала нам свой отчет по набору от фирмы Панна. Называется Лежебока. И вот что пишет нам Наталья. Вот и мой первый отчет. Продвижения небольшие. Но я в последнее время стала замечать за собой, что не могу вышивать один процесс дольше недели. Но хотя бы потихоньку буду продвигать этого котика. Рада, что снова взялась за него. Ну вот так Наталья потихонечку продвигаются наши работы. Главное совсем не забрасывать. Анастасия Беловолова пишет. С чистой конвы начала отшив Леонардо. Пошла с левого нижнего угла вышивать грязные тряпки. Пять сложений нитей. На светлых оттенках заменила на полукрест в четыре нити. Хайет не трогала еще. Надо настроиться. Это правильно. Каждому процессу нужен свой подход. Ну а за подробностями заходите к Анастасии на ее канал. Ссылка в инфобоксе. Алена Каменева спешит поделиться с нами своими продвижениями по набору от фирмы Joy Sunday. Это копия набора Dimensions Код Леонардо. Вышивается по нанесенному фону. И как мы видим, есть очень хороший прогресс. Отшито примерно 20% работы. Ну а за деталями вы также можете зайти на канал Калёни и посмотреть более подробную информацию. Марина Силина прислала нам свой первый отчет по бисерному процессу фиолетово-черный от фирмы Баттерфляй. Видно уже, что серединка хорошо подросла. Виден носик у котика. И бисер очень блестит. Ждем также продвижения. Любовь Постникова прислала нам свой первый отчет по набору фирмы Панна. Часы домовенок Поварешкин. Размер работы 24 на 24 сантиметров. Нитки Мулине 28 цветов. И пишет нам Любовь. Часы домовенок Поварешкин. От Панны. Частичная зашивка. Размер 150 на 150 крестиков. Основа в наборе оказалась очень жесткой. Стирка желаемых результатов не принесла. Поэтому заменила на линту 27 каунта от Гаммы. Нитки по ключу 28 цветов. Вышто немного. Но баранки вполне можно различить. Очень красивый отшив. Спасибо за такую активность. Людмила Дорошенко прислала нам также свой первый отчет по набору Немьё. И пишет, что вышивать решила по элементам. И первым вышился котел. Здесь используются ниточки с люрексом. Которыми вышивается зелье. Очень ярко и красиво получается. Желаем удачи и легких. У Ирины Силаевой большой прогресс. Завершились Риолис часы. Овен кошка крошка. И также начался еще один процесс. Котики в кружках. По нанесенному фону. Очень интересные работы. Желаем также хорошо продвигаться. И радовать нас готовыми работами. Удачи. Любовь Михалева также присылает нам свой первый отчет. По набору от фирмы Искусницы. Есть уже некоторые очертания. Пишет нам, что закончился маркер. А без него сложно. Что уж понимаем. Желаем поскорее приобрести маркер. И желаем также легкого и быстрого отшива удачи. Марина Марина пишет. Вышивать буду по оригинальному набору от Золотой Рено. В первой очереди спящий кот. Основу Аиду 14 каунта заменила на Монику 2010 цвета, белого цвета, 28 каунта. Такой белый, что страшно испачкать. Не удержалась и сделала первые крестики. И это правильно. Процесс пошел. Будем ждать продвижения. Марина Марина участвует в нашем совместном проекте со вторым процессом. Со вторым проектом. И пишет. Второй дизайн тоже от Золотого Рено. Автор Алина Ильина. Работа не сложная. Но только вышив две трети того, что сейчас показываю, заметила, что полукрест вышивала не в ту сторону. Распустила и стала вышивать все заново. Но половина работы готова. Ура! Это супер продвижение за 10 дней. Поздравляем Марина. Так держать. Анастасия Лурье пишет. Вот и мои первые крестики в нашем совместном проекте. Работа идет легко. Но вышивала всего несколько дней. Очень нравятся мне фиолетовые оттенки. Да, завораживающе смотрится даже на фото. Ждем продвижения работы, чтобы посмотреть, как получается удачи. Таня Турова пишет. Всем большой привет! Мой бисерный котик хорошо пошел. Вышита половина работы. Закончился у меня один цвет бисера. Пока пропускаю эти значки. Потом дошью. Да, замечательный прогресс. Просто скоростная у нас вышивальщица Татьяна. Желаем удачи. Марина Пудильская пишет. Вот мой первый отчет по моему котику. Могу смело сказать, что для каждого процесса свое время. Эта работа пролежала начатой два года. И сейчас, вернувшись к ней, я не могу оторваться. Она очень интересная. И сейчас она для меня круче, чем Dimensions. Я впервые вышиваю столько 3,4 христа и несчетного бэка. Здесь много деталей. А я очень люблю детализированную вышивку. Поэтому финиш по моему котику не за горами. Великолепная работа. Супер прогресс. За 10 дней. Марина, поздравляем. И желаем скорейшего завершения работы. Удачи. Прислала нам свой первый отчет и Алла Белочка. Пишет, что из-за ремонта вышивала мало. И вышилась всего лишь немножко корзинка и ниточки. Да, ремонт нас отвлекает от наших дел. Но есть, главное, какой-то процесс, прогресс за 10 дней. Очень даже неплохо. Заходите за новостями на канал Кали Белочки. Мы желаем удачи и шустрой колочки. Сангина Мамедова также прислала нам свой первый отчет по оригинальному набору Dimensions Мишка и Котята. Очень хороший прогресс. Заметный. Желаем удачи и скорейшего завершения работы. Мария Крупенина прислала нам свой отчет по набору фирмы Luka S. Неохотный приятель. И пишет, что отшивается процесс очень легко. Просто не оторваться. Но есть, говорит у меня, маленькая помощница, которая норовит либо нитки стащить, или же схему ножницами порезать. Да, в таких обстоятельствах нужно быть очень-очень внимательной. Ну что ж, держитесь, Мария. Ждем ваших продвижений. Алла Красноярская прислала нам свой первый отчет по оригинальному набору Custom Crafts Охота Белого Тигра. Пишет, что вышло всего 3000 крестиков, но до главного героя шитишить. Ну, 3000 крестиков это тоже очень большой, хороший прогресс. Работа сложная. Нужно запастись терпением. Мы будем поддерживать. Алла, давай, продвигайся. Мы с тобой. Ирина Красикова прислала нам первый отчет по набору от фирмы Riolis с абиссинские кошки. И пишет, что вышилась первая мордочка. И надеется, что эту работу сможет завершить к следующему отчету. Нам бы этого очень хотелось. Держим, Ирина, за тебя кулачки. Давай, только вперед. Марина Лакиза пишет. Небольшое начало моей багиры. Скоро закончу вышивать подарок для племянника. И тогда все внимание будет только багире. Мы этому очень будем рады. Посмотреть на отшив этой прекрасной работы. Желаем удачи. Наталья Черменинова также нам прислала свой первый отчет. Пишет, что готова пока совсем небольшой кусочек. Это оригинальный набор Dimensions с трой наблюдателей. Пишет, что очень интересно вышивать в такой хорошей компании и следить за продвижениями других вышивальщиц. А вот и мои коты. Я над ними хорошо поработала. Подросли они. К сожалению, не получилось у меня завершить. Но тем не менее, над этим процессом я работала. Завершала бэкстич на корзинке. Дошивала котиков, их попки. А также в левом верхнем углу у меня был большой пробел. Нужно было тоже там завершить оконную раму и тени. Ну вот, есть еще на чем работать. На этом. Ну что, на сегодня это все наши отчеты. Хочу сказать, что совместный проект стартовал очень активно. У нас есть и много новых участников, есть уже и завершенные работы, есть очень хорошие продвижения. Причем это все за 10 дней. Хочу поблагодарить всех участников за активность, за поддержку, за ваше общение, за то, что вы прислали вовремя отчет. Это очень важно, потому что видео занимает очень много времени по созданию и обработке и загрузке. А также для нашего удобства общения я создала группу ВКонтакте. Называется Вышиваем вместе, в скобках Юлия Творчества, чтобы вы могли понять, что это моя группа. Я оставлю ссылочку внизу. Поэтому следующий отчет, который у нас будет 20 августа, вы, пожалуйста, выкладывайте в папку для отчета на 20 августа. Желаю всем удачи, легких.